Научная деятельность – неокъемлемая часть каждого высшего учебного заведения. Студенты Юго-Астинского государственного университета при поддержке руководства и преподавателей вуза уверенно делают шаги в научную деятельность. Международный литературный форум, посвященный 120-летию со дня рождения литературного критика русского писателя-эмигранта Гайто Газданова во Владикавказе в зале ЮНЕСКО Северо-Астинского госуниверситета, собрал ценителей творчества писателя. Участники форума из разных уголков России, Южной Осетии, Германии, Сербии представили свои новаторские работы по творчеству Гайто Газданова. С приветственным словом к участникам форума обратился председатель правительства Республики Северной Осетии Алания Борис Чанаев, который вручил почетные грамоты известным литераторам, ученым, исследователям, которые изучают творческое наследие Гайто Газданова, Юрию Нечипаренко, Марии Васильевой, Лоли Звонаревой, Юрию Матвеевой, Виктору Барабаш и другим. Рад приветствовать вас от имени главы Республики Северной Осетии Алания Сергея Ивановича Миняянова и от себя лично на этом значимой форме международного города. Уже в следующем году мы будем отмечать 120-летие с дня рождения нашего великого писателя Гайто Газданова. И сегодня, открывая очередные мероприятия, посвященные знаменательной дате, важно, что впервые гражданцы со всей страны собрались именно на родине предков великого времени. Осетия всегда рада разворачивать такие авторитетные культурные площадки. Особая благодарность организаторам форума за этот видеороликой праздник. Уверен, что участников форума может быть интересной дискуссией и новой идеей. Каждый из вас вносит большой вклад в изучение творчества Гайто Газданова. Спасибо вам за это. Отметим, что мероприятие состоялось при поддержке правительства Северной Осетии, Северо-Остинского государственного университета имени Костахи Токурова, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского Остинского общества Алания и общества друзей Гайто Газданова. На форуме были вынесены десятки научных разработок по жизни и творчеству Гайто Газданова. Юго-Остинский государственный университет представляли заведующие кафедрой русской и зарубежной литературы Манана Поростаева и студентка пятого курса специальности русский язык и литература Алана Засеева. Выступление Аланы Засеевой «Человеческий взгляд сверхъестественного существа» по рассказу Гайто Газданова «Дракон» вызвало неподдельные интересы участников форума, которые отметили новизну и актуальность рассмотренных Засеевой вопросов. Здравствуйте, уважаемые организаторы форума, дорогие участники. Я представлю небольшое сообщение по рассказу Гайто Ивановича, который называется «Дракон». Странно отметить, что образ «Дракона» — это еще и брак, и неизвестность, переходящая в страх. Герой часто вспоминал свое детство. Когда он терялся и умолкал, сверхъестественное существо вновь появлялось перед ним. Но странно. Когда герой упал сып, никакие переживания не терзают его душу. Он смеялся над страхами, проблемами. В эти минуты он перестал бояться дракона. Для него в слове «Дракон» соединилось не просто все жуткое, спряглое, но и фантастически близкое. Думаю, «Дракон» для героя — это олицетворение всех проблем, душевные переживания, как я уже отметила, тяжести жизни. Суровая реальность приобретала образ дракона, который оставался долгим и навязчивым воображением героя. В своем рассказе «Дракон» Гето Иванович описывает геникальность фантастических странств и воображения. Благодаря воображению мы, читатели, вместе с альтеровописателем окружаемся в реальной миры, которые описаны в произведении. Но по какой причине герой рассказа убегает в миры, не связанные с действительностью? Несомненно, у главного героя произведения есть определенные механизмы самозащиты, иными словами барьеры, которые помогают противострять ударам судьбы, проблемам, потерь. Эскорпизм или уход от действительности — это тоже своего рода механизм самосохранения, который включается, когда человеку становится трудно принимать окружающий мир. Форум завершился экскурсией по Владикавказу, одному из красивейших городов Кавказа и поискай в живописные горы Северной Осетии.